МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадиокомпании Гомель. У студии працу Александра Гамоля. Глядите в этом выпуске. Будуем жилье по-новому. Вместо льготных кредитов будут выдавать жильевые субсидии. Новации комбайнобудования, полевые испыты на убор церапсу проходят новая техника Гомсельмаша. Студентская спякота 2017. Туристичный взлет открылся в Гомельском районе. Самая пригожая студентка Сожлобина перемогла на международном конкурсе в Сеуле. Ее профессийно вырабляя луки и стрелы, гамельчанин перетворил дитячую забаву у соправданное мастерство. В ближайшие 15 хвилин про это и иншее больше подробно. Будовать жилье по-новому. 6-го жильня уступит усилу указ номер 240 об адресных жильевых субсидиях. Кто будет иметь на их право, какие банки начнут выдавать на это кредиты и как в уголе будет денежать новая система держпотримки. Об этом и шла размова сегодня подчас областного семинара для наместников старшин Райвы Конкамов, которые курируют будовнюю сферу. Зараз такие встречи проводятся во всех регионах Беларуси. Тему протягнет Марина Джалая. Отмова директивного, удаденном в выпадку льготного кредитования, одно с потребованием Международного валютного фонду для дальнейшего выделения Беларуси кредитов. По колью работу по новому указу включились два банки. Беларусьбанк и Белограпрамбанк. Яны выделили на программу кредитования 135 миллионов рублей. Что до принципа, по яким будет денежать адресное субсидирование, то он наступный. При наближении черги на жилье льготнику приходит оповещение. Кальон сгодный удельничать в программе, пише заяву и заключает договор об кредитовании. Перед кредитования не больше 20 годов. Далее громадянин берет кредит у банку под коммерциейный процент, а выконкам вызначает по мер субсидии. У залежности от ставки рефинансования. Зараз формируется перолик объектов, будовництво яких будет финансоваться с притягнением адресных субсидий. Размова про коммерциейных забудовщиков по кульнеиде. Субсидии будут предоставляться на выплату частки процентов, аж мадетным и молодым семьям, а так само детям-сиротам, и на погашение частки основного долгу. Принциповая розница в том, что коли зараз компенсация с бюджету и льготных кредитов предоставляется банкам, то по новому указу она будет идти грамадянам. Если говорить о том, сколько придется платить человеку, который взял такой кредит, то схема указа предусматривает примерное равенство платежей как по 13 указу, так и по 240. А кроме того, махчима будет протягнуто от деяния указа номер 585, который регулирует питание держпотримки при будовництве жилья. Он повинен бы успенить свое деяние 6 женивня, одразу после уступления в силу 240. Межтым у Минбуд архитектуры признали за участной отмену 585 указа «Такхутка». Молодые шмадетные семьи ранее могли взять коммерциный кредит в банку под 19-20% годовых. Держава компенсовала им процент, ровный ставцы рефинансования, повеличенный на 2%. Таким чином кредит был подъемным и складал каля 5% годовых. Но компенсация по кредите отбывалась только после сдачи дома. Частка домов для покупки квартиры, у которых люди взяли кредиты, будет сдадена в другой половине этого года, а либо на початку наступного. Таким чином люди повинны были платить проценты по коммерциным кредитам. Своей отменой, конечно, вызвал некое волнение в обществе, потому что кто-то не смог в полной мере воспользоваться этим указом. Но я бы хотел обратить внимание на то, что происходит концентрация ресурсов именно на тех, кто является очередниками, и государственная поддержка оказывается в порядке очереди. 585-й очередности такой не предусматривал. Поэтому и было принято решение той группой разработчиков, которая занималась новой схемой субсидирования, о прекращении деятельности этого указа. Тем не менее, сейчас, учитывая вот такое общественное мнение, министерство обратилось в администрацию президента для того, чтобы, может быть, сохранить возможность субсидирования через 585-й указ, то есть оказания финансовой помощи, тем, кто заключил договоры или заключит договоры до периода вступления в действие 240-го указа. Нагадаем, сделать это нужно до 6-го женивня. Если день указа протянется, то отримать компенсацию смогут все граждане, которые будут в квартире в домах, сдачи которых заплановано на конец этого, в начале будущего года. Марина Джала, Игорь Марышенко, телерадио компания «Гомель». Выники службовой деятельности супрацовников «Гомельской мытни» за первые полгода 2017 года подвялись сегодня в областном центре. Все задачи, которые стояли перед ведомством, реализованы в полной мере. На протяжении 6 месяцев уголовная увага была сконцентрована на удосконалении системы организации мытного контроля. В первую очередь это пишется пытанием наполняльности бюджета за кост мытных платежей, а также борьбы со злочинностью и администрационными правопорушениями. За первое полгода 2017-го в бюджет перелечено 520 миллионов рублей, что перевысило плановое задание на 13%. Что пишется правоохумной деятельности, за этот период выявлено крыху меньше, чем 1500 администрационных правопорушений. Узбуджено 8 криминальных справ. Большинство из них за незаконное перемещение наркотичных и психотропных речев, а также зброи и боеприпасов. В ходу особистого состава Гомельской мытни супрацовники, которые достигнули значительных успехов о выполнении своих службовых обовязков, отримали дипломы и подяки от кировництва. На посаджении также вызначены на прамки деятельности на ближайшее полгодие. Мы действительно стараемся глядеть вперед. И, повторюсь, для нас самое главное – это сделать работу таможни совершенно прозрачной и совершенно необременительной для добросовестных участников внешнеэкономической деятельности. Поэтому мы будем развиваться, совершенствоваться в этом направлении, стараться. Плюс нам есть над чем поработать в плане взимания таможенных платежей по улучшению нашей работы. Ну и понятно, что борьба с правонарушениями в таможенной сфере она тоже требует от нас постоянного напряжения наших усилий. Гомельсельмаш распочал выпробование новой модели комбайна. Техника оснащена гибридной схемой обмолоту и сепарацией. Зараз ее проверяют на полях агрокомбината Паудневой в Гомельском районе. На место выехали наши корреспонденты. КЗС-1319. Такое имя отримал новый комбайн, распроцованный и выпущенный холдингом Гомельсельмаш. В агрокомбинате Паудневой «Жалезный помощник» сбирают Раджа и Рапсу. Правда, по коль, главная мыта его удела в процессе – проверить техничную макшимость в полевых умовах, вызначить моцные и слабые баки. Одным из первых – это робит водитель Сергей Денисенко. Упершеню за роль комбайна он сел у 15 годов. Зараз в мае уже 16-ти годовый стаж. Есть с чем пораунать новую технику и объективно ее оценить. Машину идет нормально, вопросов никаких. Где-то что-то регулируем, где-то что-то тут же доводится до ума. Ну, работаем. Все же на месте не стоит. Все идет вперед, более электроники, больше для удобства. В этой машине все регулируется, не надо выходить, все изнутри, все из салона делается. Головная особливость комбайна – гибридная система обмолоту и сепарации. Выкоростные компоненты – адресу двух классичных схем – барабанных и роторных амлатильных аппаратов. Простыми словами, это позволяет увеличить продукционность работы беззначного подорожания комбайна. Теперь уборку можно вести на большей высокой худкости. На полях полдневого новая техника работает около 30 дней. За этот час ее допомогу убрали больше как треть площадки рапса. Однако мощности комбайна больше широкие. Его так само можно задельничать на полях с пшеницей, житом, тратикалем, ячменем и аусом. И на вот на уборце кукурузы и слонечника. Максимальная эффективность может быть досягнута на полях с урожайностью сбоживых 50 цинкеров с гектара и выше. Машина высокого технического уровня, большой процент автоматики. Автоматически выполняются настройки на различные культуры. Автоматика следит за потерями, за режимом работы, за рабочими органами комбайна. Чтобы механизатор работал на этой технике, их переподготавливать не нужно. Все управление настройки, обслуживание машины, все аналогично тем, которые были раньше. У господарца комбайн застанется до конца уборочного сезона. Затым яху плануюсь доставить на белорусскую машиновыпробовальную станцию, где цикл проверок завершится. Если специальная комиссия даст машине остановчую оценку вероятно, в наступном году будет выпущена первая промысловая партия. Как меркуют створальники, комбайна у новой техники – добрый экспортный потенциал. В первую чергу машина будет интересная по дневным краинам. Ганна Ковалева, Игра Марышченко, отель и радиокомпания «Гомель». Уборка сбоживых культур поступово нарушивает темп. По работе ведут 14 районов в области. Обмолочено омаль 4 тысячи гектаров, что складывает каля 1% до плана. Все лето необходимо убрать сбожжи на рекордный для региона площадь, большим на 385 тысячах гектаров. Подаденных на сегодняшнюю ранницу намолочено 10,5 тысяч тонн сбожжа. Середняя урожайность по области складывает омаль 28 центнеров с гектара. В Речицком районе с каждого гектара намолочивают по 33 центнеры. Этот район, а так само Хойницкий и Брагинский, зараз у лидерах и по темпах жнева. 21-годовая студентка со Жлобина перемогла на международном конкурсе «Прыгажості» у Сеуле. Катярина Гудкова, мисс Жлобин-2016, смогла опередить конкуренток з Финляндой и Венесуэлы. Нагадаем, что конкурс World Beauty Queen пройшов у Кореи в третий раз. Соперничали девчины с 30-ти краин света. Як признается сама конкурсантка, она была усквалявана, коли доведалась про перемогу Беларуси. 30 липня у Гомеле пройдет гастрономичный фестиваль «Городская ежа». Его организует Центр моды и «Прыгажості Хрустальная нимфа» суместно с администрацией центрального района города. Пляцовка выбрана у сквер для фонтана по Межгомельским циркам и площай Паустаня. Формат проведения – вуличная выстава-продаж. Повары на вачаху наведовальников будут готовать суши, бургеры, мясо и Городнину на грыли, десерты. Мета-фестиваля познайомить жихаров гостей города с посоправдному смачной вуличной ежей и теми, кто я ее готовил. Из городских улиц в лесную тишиню туристичный взлет студентской аспекоты открылся в Гомельском районе. Больше как 10 годов и он збирает студентов усих в НОО областного центра. На открытии турзлета побывала Ганна Коральчук. Час изменяется, а для романтика турпохода по раннейшему притягивает молодь. Что год, будучи инженеры, наставники, урачи и юристы, сустракаются разом под открытым небом. В 12-й раз «Стюжа», а это неофицийная назва фестиваля, собрала самых творчих и инициативных. Тут, как нигде больше, отшивается студентское братерство. В первую очередь это какие-то новые знакомства. Это дает шанс познакомиться со всеми университетами, потому что вроде бы в основном все университеты общаются с людьми, которые внутри университета находятся. А так можно разнакомиться со всеми, завести новые компании. Ты общаешься с хорошими людьми, ты готовишься ко всему, ко всем разным конкурсам. Форум собрался бы сотни удельников. И с каждым годом, сколько сжадающих долучиться до туристического руха расти. А литрапить у командующего установления просто. Великая конкуренция. Треба быть и творчим, и компанейским, и выдатным спортсменом, и навод поваром. В первую очередь, конечно же, активисты должны быть нашей городской организацией, Белорусского республиканского союза молодежи. Это ребята, которые себя зарекомендовали хорошо и в спорте, и в творчестве, потому что, действительно, команда должна быть укомплектована таким образом, чтобы человек мог быть многофункциональным, чтобы он мог и сыграть футбол, и в том числе выступить на визитной карточке команды, и в том числе быть незаменимым работником на кухне. Интеллектуальные гульни, экологичные конкурсы, спортивные споборництвы. Программа трехдзонного турзлёта не дай засумовать. Так само жюри вызначат лепший палаточный лагерь и назови имя «Мисс Студентская спякота-2017». Гана Коральчук, телерадио-компания «Гомель» при поддержке АТН с Добрыжского района. История средневековщая. Гомельчанин Иван Василенко вось уже шесть годов вырабляет луки. Гэтым роменством молодой человек захопился выпадково, али зато и теперь его луки допомагают выигрывать спортивные споборництвы, служат упрыгоживанием каминных залов и дают махчимость реконструкторам погрузиться у эпоху давнины. Подробязности в наступном сюжете. Здесь уже сделаны зарубки под тетиву, отшлифованы поверхности боковые. То есть осталось с этим луком только вырезать упор под руку и окно под стрелу. Амаль за 7 году Иван Василенко вырабил коля с двух сотен самых розных луков. Это кропотливая и отказная праса. На створение одного лука потребна коля месяца. Головное кабьон был надзейным, худким и могутным. Для этого уваги потребует каждая деталь. Таким образом, вручную она доводится. Разные материалы, то есть разные породы дерева дают разную силу. Бывают такие случаи, что когда я замеряю силу и силы не соответствуют заказанной, приходится переделывать. Древа для луков и стрел, каже мастер, подыходить самая розная. От яблони и ясеня до экзотичной африканской бубинги. Сарот заказчиков, спортсмены, удельники клуба у реконструкции и просто аматоры стрельбы. Иван и сам удельничая у разных споборництвах. На его рахунку есть навод официнный рекорд. Это прошлогодний турнир, он ежегодный, 100 друзей Сафана. Это самый значимый турнир для лучников Украины, России и Беларуси. Стрельба на дальность, кто как можно дальше закинет стрелу свою. Но условие такое, что стрела должна быть деревянной. В прошлом году получилось закинуть у меня ее на 327 метров, пока никто не перестрелил. До наступного турнира застается прикладный месяц. Поэтому сейчас у Ивана час активных тренировок, чтобы установленный рекорд по раннейшему заставался за нашей страной. Вольга Холодович, Вольга Коновалова, телерадиокомпания «Гомель» при поддержке агентства теленовин. На этом выпуск завершен. У студии працавал Александр Гамоля. Усяго вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова